Эта игра содержит откровенные изображения и контент, которые могут беспокоить или вызывать беспокойство у некоторой аудитории. Наслаждайтесь. Короче, думаю, потом будет. В общем, оказывается, ребята, в этой игре нету сохранения. Ого, и кошмар, да? То есть я вот запустил снова, а мне пришлось, короче, вот эту кнопочку нажимать, чтобы всё пропустить заново. Ну ладно, я думаю, ничего страшного, потому что это ещё бета-игра, короче. Я думаю, мы сейчас продолжим её. Ой, что это у меня? Всё, нормально, всё. Теперь видно то, что у меня тут отображается. Всё, давайте тогда продолжим игру, посмотрим, что у нас там дальше будет происходить, собственно. Так, секундочку, хочу чекну. Всё нормально. Ой, так, игра, ты чё? Всё. О! Что ж, Олежа Топ, ты хорошо провёл время с незнакомцем? Ха, не отвечай. Время проснуться и встретить новый день. Спасибо, спасибо, спасибо. Ой, да я, кстати, реально моя комната, короче. Тайс, Олежа, а ты чё, блин? Я переворачиваюсь на другой бок в своей постели. Каждый дюйм моего тела умоляет меня проснуться, но у меня нет сил. Я совсем не выспался. Я борюсь с желанием проснуться на мгновение. Я протираю глаза и встаю с постели. Блин, реально, короче, как я каждое утро, короче. Оу, я в говно. Реально, да. Так, встаем. Sunday, Sunday, 9, 12, короче. I am. Так, чё за фигня? Оу, это же click on point, что получается, что тут кликать могу? Грязная одежда, которую я ещё не постирал. Я был слишком занят или измотан, чтобы сделать это. Хорошо, чё это у нас? О, у нас тут окошко, давайте посмотрим, он там этот прятался. Это странно. Да, согласен, так, шкафчик какой-то. Я больше не ношу большую часть своей одежды. На данный момент она просто накапливается. А потом внутрь становится трудно заглянуть. Ой, тут какая-то корзиночка. Так, о, часики, ну-ка давайте посмотрим. 9.12 утра. О, боже, я опаздываю на работу. Ой, ты чё, в воскресенье работаешь? Ой. Не успел ничего просмотреть. Одевшись, наконец, я выбегаю из спальни и направляюсь на кухню, куда обычно кладу ключи. Шо это такое, женщина? У вас это? Бюстгальтера нет, скажем так. Эй, похоже, кто-то спешит. Меня захлёстывает волна раздражения, когда я слышу голос Люси. Я бросаю взгляд через плечо в сторону бездельницы, которая ничуть не облегчала мне жизнь. А, так это она, шо ли, это... Эксплуатацию, короче, деньги попрашивала. Да, я спешу, потому что у кого-то из нас реально есть работа. Бормочу я себе под нос, хватая свои рабочие ключи с кухонной стойки и направляясь в её сторону. Опять ты меня винишь. Она бормочет что-то ещё себе под нос, сердито постукивая ногой. Слушай, я пытаюсь, окей? Эээ, хорошо. Просто мне ещё никто не перезванивал. Она пытается объясниться, но я уже устал от её жопных оправданий. Я даже не собираюсь с ней спорить. Сейчас не самое подходящее для этого время. Я отмахиваюсь от неё и выхожу за дверь. Бегу по лестнице и выхожу из многоэтажного дома. Всё, прощай, дура. Оправдывается тут. Сначала сталкер, а теперь я могу потерять работу. Если повезёт, я смогу попасть под машину и умереть. Ну ладно, надеюсь, этого не произойдёт. Попочеки. Сегодня воскресенье. Обычно в воскресенье утром посетителей практически нет, но это всё равно не оправдывает моего опоздания. А, я опоздал всё-таки. Проскочив через парадные двери закусочной, я бросаюсь на кухню и хватаю свой фартук с вешалки у дальней стены. На фартуки, похоже, никогда не попадают жирные пятна, в отличие от других мест на мне. Неловко завязывая фартук, я бросаюсь к списку и хватаю свою тайм-карту, чтобы расписаться. Погодите. Обычки, карточка какая интересная. Судя по всему, я уже добавлен в список. Кто бы мог... Короче, мне вписали, как я понимаю, да? Моё внимание привлекает звук приближающихся шагов. Кто бы это ни был, он не пытается идти осторожно, неся грохочущую стопку грязной посуды. Неужели тот парень, короче, за нас там расписался, точнее... Ну, нас вписал туда. Вот ты где, где ты был? Я прикрывал твою смену последние 45 минут. Босс даже не знал, что тебя нет. О, какой хороший мальчик. Тикей проносится мимо меня, когда остальные осторожно кладут посуду в раковину с мыльной горячей водой. Вытирая руки, Тикей вздыхает достаточно громко, чтобы я это услышал. Хотя они всё время такие, всегда ведут себя так, как будто они для всех старшие братья и сёстры, которые держат всё под контролем. Я фыркаю, пытаясь придумать оправдание, которое не звучало бы так жалко по типу «Мой будильник не прозвенел». Но правда, это всё, что у меня есть, поэтому я постараюсь преуменьшить проблему. Не понимаю, почему ты так суетишься? У нас практически нет клиентов в воскресенье утром. Ты явно не обратил внимания, когда ворвался сюда. Тикей вытирает руки об фартук, прежде чем жестом показывает мне на окно обслуживания. Что за... да вы издеваетесь! Почему здесь так много старых пердунов? Нормально так выражаюсь. Я стараюсь не повышать голос до такой степени, чтобы жрущие бумеры снаружи меня не услышали. Приехал туристический автобус. Вот что случилось. А теперь прекрати задавать вопросы и начинай обслуживать столики. Тикей протягивает мне запасной блокнот и карандаш и выталкивает меня из кухни. Отлично, и вот я здесь. Надеюсь, что у меня будет спокойный день. Ну и всё. Ой, там какие-то глаза были интересные. Толпа за завтраком — это просто кошмар. Дедушки Карен и Реднеки повсюду с каким-то приколом в жопе. Некоторые даже доходили до того, что отказывались платить, потому что я не целовал их сраные ноги каждый раз, когда их кофе не наполняли полностью. Или их стейк на Т-образной кости не был приготовлен так, как они хотели. Ого, нифига себе, какие тут привередливые бумеры, блин. Да, стейк и стейк кости на завтрак. Даже стейка с яйцами на завтрак тоже не было. Настоящий ужин и стейка с косточками, с картофелем и тушёной морковью. А затем, когда один человек отказывается заказывать завтрак из меню, находится ещё дюжина, которая следует его примеру. Это просто пиздец. Ой, у меня аж голос поменялся. Почему пожилые люди не такие, как мои бабушка с дедушкой? Приятные и вежливые. Русские, что ли, прибыли? Хотя нет, вроде бы русские такими не славятся приёмами. В конце концов толпа начинает затихать. Большинство уходит, чтобы посмотреть на достопримечательности. Другие остаются, чтобы заказать ещё кофе или обед. По крайней мере, это те самые клиенты, которые занимаются своими делами и больше сосредоточены на идее или разговорах. Шатаясь, я вошёл на кухню, глубоко вздохнул и прислонился к стене, наконец-то получив возможность немного расслабиться. Ахэм. Я знаю, ты хочешь оторваться от дел, но ты пропустил столик. Тикей подкрадывается ко мне сбоку, легонько подталкивает меня и указывает на столовую. Я закатываю измученные глаза и смотрю в его сторону. А ты не можешь этого сделать? Я не хочу, чтобы какой-то чудак снова вылил на меня свои хлопья. Я бы так и сделал, но ты мне должен за то, что я прикрывал твою задницу в течение часа. А, какой манипулятор, а? Ну, посмотрите, а? Чёрт возьми, а он прав. Я, кстати, не понимаю, вообще там, да, и он уже один, как бы, в чём прикол. С тяжёлым вздохом я откидываюсь от стены, пытаясь выпрямиться и, спотыкаясь, выхожу обратно. Осматривая кабинки, я проверяю все столики, которые я уже обслужил, сопоставляя лица и заказы столик за столиком. Не думаю, что я пропустил какой-либо... Неужели там будет наш парень? Голос доносится из кабинки справа от меня. Так и знал. Привет, незнакомец! Э-э-э... О, нет, только не ты снова. Серьёзно, какую часть фразы «оставь меня в покое» ты не понял? Кричу я, привлекая внимание оставшихся закусочных людей. Надеюсь, что, сказав это, я заставлю его уйти. Преследователь немного напрягается, строит довольно обиженное выражение лица. Ой, мне кажется, он нас сейчас немножко убьёт. Ты сделал это! Я не такой железный, каким кажусь. Честное слово. В его голосе слышится безумие. Всё, что я хотел сделать, это извиниться за своё вчерашнее поведение. Ты даже не дал мне шанса объясниться. Объясниться? Нет никакого объяснения тому, что ты шпионишь за мной каждый день, когда отправляешься на свои прогулки. О, так ты никогда не узнаёшь знакомые лица, когда каждый день идёшь заниматься рутиной? Совсем как та пожилая пара, которая всегда приходит сюда каждую среду и притворяется, что они счастливы в браке, хотя всё, что они делают, это сидят в тишине? Или даже тот жуткий рыжеволосый доктор, который всегда выбирает один и тот же угол, всегда заказывает простую чашку чая, глядя на всех с жуткой улыбкой? Ты не единственное лицо, которое я помню, незнакомец. Он бормочет, глядя на стол перед собой и подбирает одну из салфеток. В его словах есть смысл. Глубоко вздохнув, я поднимаю свой блокнот и карандаш. Просто скажи мне свой заказ. Он берёт меню и начинает его просматривать. Я всё ещё хочу загладить свою вину перед тобой, ну, за то, что вчера был слишком настойчив. Говоря это, он начинает складывать салфетку в бумажного журавлика. Закатив глаза, я изо всех сил стараюсь не огрызнуться на него, говоря теперь сквозь зубы. Боже мой, нет! Всё? Возможно, я слишком остро отреагировал. Возможно, я неправильно истолковал твои намерения. Но это не меняет того факта, что я не хочу иметь с тобой ничего общего. Я ничего не могу с собой поделать, дорогуля. Он смотрит на меня. В его взгляде мелькает жуткий блеск. И он слегка улыбается, отвечая на мой ответ. Ты просто пытаешься быть труднодоступным со мной? И я люблю такие игры. Чё ты выдумываешь, чел? Я не знаю, то ли это из-за слов, то ли из-за его тона, то ли из-за его взгляда, я чувствую себя крайне не в своей тарелке. Я не собираюсь стоять здесь и анализировать, почему мои инстинкты выживания выходят из-под контроля. Боже мой. Развернувшись, я быстро возвращаюсь на кухню, пытаясь развязать фартук потными ладонями. Тикей подходит с озабоченным выражением лица. Он мог видеть, что произошло. Эй, ты в порядке? Что произошло? Что он сказал? Я не могу так. Мне нужно идти домой. Я передал Тикею мой фартук. Просто попроси Алишу с этого момента прикрывать мою смену. Воу-воу, ты уходишь? Что он сделал? Может быть мне позвонить в полицию? Ээээ... Не, я не хочу сейчас с ним связываться. Я не хочу говорить об этом, а также больше не хочу, чтобы меня беспокоил этот подонок. Качая головой, я просто выхожу через черный ход, чтобы не попасться в поле зрения этого психопата. Спеша домой, я время от времени оглядываюсь через плечо, надеясь, что не увижу сталкера, идущего за мной по пятам. Я ничего не вижу, никаких признаков движения даже краем глаза, но я не собираюсь терять бдительность. Наконец, я оказываюсь перед многоэтажным зданием и торопливо вхожу внутрь, вытаскивая телефон. Тикей все это время посылал мне сообщения о произошедшем в закусочной, оставляя сообщения по типу «Пожалуйста, позвони в полицию, поговори со мной, ты уже говорил об этом со своей семьей?» Все виды переживающих за меня сообщений. Какой вот Тикей у нас хороший парень все-таки оказался. Хоть немного нас это манипулировал нами, но в принципе справедливо. Я ценю его заботу, но я просто хочу бросить это дело и все забыть. Наверное, зря я это сделал, что не позвонил в ментуху. Дом, милый дом, надеюсь, этот парень не знает, где я живу. Закрыв за собой дверь, я вхожу внутрь, бросая ключи на стойку. Отлично, я не только высмеял свою соседку по комнате за то, что у нее нет работы, но и теперь у меня ее тоже нет. Я уверен, что она обрадуется, как только узнает об этом. То есть, получается, что все, я покинул работу, потому что увидел того дурачка, который за мной следит, что ли? Блин, Олег, ты че, ты же топ, блин. Взял, испугался гиуки, нифига себе, конечно, я даю. Не думаю, что она должна знать о том жутком типе. Олежа Топ, это ты? Да, это я. Моя соседка по комнате зовет меня из своей комнаты. Я не утруждаю себя ответом, еще глубже погружаюсь в диван, чувствуя себя совершенно несчастным. Конечно, она все равно выходит из своей комнаты, глядя на меня в замешательстве. Обычно я не прихожу домой рано, так как всегда работаю сверхурочно из-за ее ленивой, безработной задницы. Блин, Олежа, че ты как каблук, а? Перестань за ней ухаживать. Пусть сама платит, дура, ха! Прямо как я. Какого черта ты делаешь дома так рано? Ты, Люси, ты, 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 ты. Убью. Был просто плохой день, поэтому я ушел. То место все равно мне не подходит. Я хорошо умею лгать людям, которые мне безразличны, видимо. Похоже, мне не верят. Она наклонила голову на бок, слегка усмехнувшись. Да, я чувствую пиздеж. Нет дня хуже, чем тот инцидент с водителем грузовика. Шо? В какое-то время я сижу в тишине, скрипя зубами и размышляя, сказать ей или нет. Именно тогда я почувствовал, как она садится рядом со мной. Она стала более обеспокоенной. Честно говоря, это отталкивает. Раньше она никогда не вела себя так, когда я впервые переехал к ней. А сейчас она пытается заботиться обо мне. Чуть немного микрофончик-то подшипливает. Давай, не дотрога, поговори со мной. Ладно, расскажу тебе правду. Мне трудно думать над правильными словами, чтобы высказаться. Но когда я открываю рот, все слова вырываются наружу. За мной стал кирят. Парень встретил меня в парке и заходил со мной встречаться, когда я был там один. Даже после того, как я отказал ему, он просто продолжил следовать за мной повсюду. Такое чувство, что я за женщину все-таки играю, да? Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Может быть покажут, что я какой-то транс, я не знаю, какая-то в Андертейле, я не знаю. Я видел его сегодня на своей работе. И это было просто то, что он сказал, привело меня в ужас. Он сказал, что я пытаюсь быть труднодоступным с ним. И просто смотрел на меня с вожделением. Моя соседка немного хмурится и качает головой, услышав это, прежде чем встает с дивана. Знаешь, что тебе нужно? Расслабон. Ты перетрудился на работе. Ты же без выходных. И теперь у тебя какие-то придурки на хвосте из-за твоего установленного графика. Пришло время тебе немного расслабиться. А, то есть вот так вот оно мне, да? Подожди здесь. Так, что сейчас будет? Она уходит в свою комнату. Я почти уверен, что она вернется с большой сумкой кокаина или травки. Понял. Неплохая такая приколюха должна произойти. Ну, это небольшая сумка. Она плюхается рядом со мной, открывает маленькую сумку на коленках и протягивает мне косяк, прежде чем вытаскивает зажигалку. Это легкая штука. Из-за нее ты не будешь валяться на полу, как параноик. Этого достаточно, чтобы помочь тебе снять стресс и не думать об этом извращенном придурке. Я сижу, глядя на свернутый косяк между пальцами. Мои нервы совсем расшатаны, руки немного дрожат. Думаю, ничего страшного, я в безопасном месте, не один, и мне больше не нужно возвращаться на то место, где находился сталкер. Полагаю, я мог бы немного затянуться. Немного затянуться? Ты обычно не куришь так часто, не так ли? Она зажигает другой косяк, похлопывая меня по ноге, когда я делаю легкую затяжку и немного задерживаю ее в легких. Она ухмыляется, когда я выкашливаю дым, я делаю еще одну затяжку. Вот, чувствуешь себя лучше? Погоди минутку, я только начал. Бормочу я, выдыхая дым из легких долгим и протяжным вздохом. Я на мгновение отключаюсь, прежде чем сделать еще одну затяжку. А для новичка ты хорош. Моя соседка хвалит меня, прежде чем закуривает собственный косяк. Откинувшись на спинку дивана, она выдыхает дым в воздух. Так, мне это за такое не убьют. За такие вот вещи, которые я тут творю. Ну, именно на ютубе имею в виду. Потому что у нас в России, вроде бы, не особо это одобряется дело такое. Хотя неизвестно, что они курят. Может быть, это просто сигары. Короче, табак, ребят. Вот это, конечно, денек задался. Я опоздал на работу. Ко мне снова пытался подкатить тот жуткий парень. Я уволился с работы. И теперь я, наконец-то, поладил со своей соседкой-бездельницей. Покуривая с ней травку. Блин, все-таки это... Нет... Это табак, ребята, ничего не знаю. Там просто как трава перевод. Мы молчим. Мы молчим. Но, честно говоря, в данный момент нам нечего сказать друг другу. Мы просто вдвоем облегчаем себе путь к расслабону. Интересно, индика или сатью? Как бы мне не хотелось этого признавать, мне немного полегчало. Я не понимаю, почему я вообще переживал из-за этого парня? Все, что мне нужно сделать, это найти другую работу и прогуляться в другом месте. Бум! Сделано! Ничего особенного, верно? Вот это настрой! Говорит моя соседка, наклоняясь вперед, чтобы потушить остатки травы и встать из дивана. А если он появится, мы просто его выбьем. Большинство сталкеров все равно не могут за себя постоять. Все, что я делаю, это глупо смеюсь, прежде чем делаю последнюю затяжку. Я уже был готов потушить косяк, как вдруг раздается внезапный громкий стук в нашу дверь. Фига себе, врываются за окном, короче, спецназ. Курят, блин, тут. Все, короче, чуваки, молхана. Я бы вскочил на ноги, если бы не был под кайфом. Дерьмо! Бормочет Люси, прежде чем хватает пепельницу и вымывает ее водой на кухне. Это ебаный домовладелец, я уверена. Она шипит, хватает ароматическую свечу с кухонной стойки и зажигает фитиль. Просто прикинься усталым, а я поговорю с ним. Блин, Люси меня спасает! Частично. Сделано, сделано. Частично нам помогают, частично нами пользуются. Мне ничего не стоит понаблюдать за тем, как она подходит к двери. Открывает ее настолько, чтобы можно было проскользнуть внутрь. Я уже слышу, как домовладелец повышает голос. Что это, блядь, за запах? Моя соседка закрывает за собой дверь, оставляя его слова приглушенными. Там, несомненно, идут жаркие споры. Но мне как-то плевать на серьезность данной ситуации. Я встаю из дивана и направляюсь в свою комнату. Домовладелец, видимо, злится, что мы вместе с ним не покурили. Войдя, я направляюсь к своей кровати. Плюхаюсь на нее и утыкаюсь носом в подушку. Мне все равно хочется вздремнуть. Так что, эй, идеальный план. Вести себя так, будто бы я устал. Плюс очко. В итоге моя соседка входит ко мне в комнату. Выглядит немного расстроенной, но собранной. Она садится на край моей кровати. Блин, вот это, конечно, пририсовка, я понимаю, конечно, таких вот бидонов, да, конечно. Этот ублюдок, должно быть, вынюхивал что-то за нашей дверью. Она смотрит на мое запеченное состояние и улыбается. Посмотри на себя, уже совсем полетел. А это ведь был самый легкий товар. Она дразнит меня, похлопывая по голове. Как насчет того, чтобы продолжить тусич? Думаю, тебе это сейчас нужно. Уф, погоди, в плане каком, имеешь в виду? Она дразнит меня, похлопывая по голове. Да, конечно. Честно говоря, я понятия не имею, что у нее на уме. Но в данный момент я готов на все. После этого все как в тумане. Наверное. Я припоминаю, что немного выпил. Я что, немного выпил? Я знаю, что она выпила. Но не уверен, пил ли я или нет. Все становится таким нереальным. Ой, блинский. Понятно все. Господи, боже мой. Спасибо, лицензор. Спасибо. Все, мне помог немного. Или не помог. Ну, вообще, там много. Был приколбас. Да. Что это такое? Господи. Все-таки мы играем за мужика. Хотя, по-моему, там не важно. Какой кошмар. Аааа, моя башка. Что произошло? Он небось уже ничего не помнит. Накурили братуху. Люси? Должно быть, она легла спать после того, как я потерял сознание. Блядь, мне надо выпить. Моя башка убивает меня. Мне, наверное, стоит принять аспирин, прежде чем заползти обратно в кровать. Как, черт возьми, Люси живет так? Это просто ужасная головная боль. Ой, шо это такое? Алло, привет. Ээээ. Кто? Ху. Люси, это ты? Фигура ничего не говорит. Вдруг я слышу, как она протягивает мне бутылку с таблетками. Так, я надеюсь, это не наш преследователь, или надеюсь, он мне это не ревнует? Потому что он мог что-то увидеть. Эээ, так, шо это такое? Так, присмотримся. Что-то здесь не так. Несмотря на пульсирующую головную боль, я достаточно бодр, чтобы не игнорировать тот факт, что моя разговорчивая соседка молчит. Я пытаюсь приспособить глаза к темноте, наклоняясь ближе к фигуре, которая стоит передо мной. Вдруг мне пришло в голову, что эта фигура выше, тоньше, и у нее нету длинных волнистых волос, как у Люси. Так, все-таки это наш парень, да, вот этот. Ну, не наш парень, ну, как бы тут мужик, короче, сталкер. По факту он похож на... Блин. О, боги. Я открываю рот, чтобы закричать, но вдруг чувствую, как его рука закрывает мне рот, в то время как другая рука крепко держит меня. Так, походу он реально приревновал к нам и хочет нас теперь отодрать. Я отчаянно пытаюсь сопротивляться, наступая ему на ноги и голени, кусая его за руку и даже извиваясь изо всех сил, чтобы вырваться из его охватки. Но он не отпускает. Блин, меня короче хотят. Я только что стал натуралом, и тут обратно меня тут затягивает, блин. Да что ж такое, ё-моё. Ну как обратно, в другую сторону. Что ж мне так не везет-то в жизни? Он даже не вздрагивает от боли, которую я пытаюсь ему причинить. Паника пронзает меня, когда я чувствую, что что-то попадает мне в горло. Так, а, это таблетки, всё. Что-то вроде двух таблеток. Ублюдок, должно быть, засунул их, когда закрывал мне рот. Я начинаю чувствовать слабость. Каждый удар, который я пытаюсь нанести, оказывает на него меньшее воздействие. Я начинаю слабеть. Мой разум немеет, как и всё остальное моё тело. Я вот не понимаю сейчас. Вроде бы, вот эта вот превьюшка, точнее, ну как не превьюшка, начало, вот первый день вообще был ни о чём. Типа, зачем делать первый день таким скучным? Потому что, ну, не заинтригует. Второй день уже повеселее. Судя по всему, вот вы видите, что тут вообще происходит за жесть. Всё, что я чувствую, это его руки, нежно держащие меня. Я чувствую, как он целует меня в щёчку. Затем он тихо говорит мне на ушко. Я увижу тебя завтра, дорогуша. Как мне хочется наброситься. Как сильно я хочу позвать на помощь. Но всё происходит очень быстро. Слишком быстро. Как он нашёл меня? Какой кошмар, ребяточки. Всё-таки это наш сталкер. Боже мой. Всё, господи. Он... Что это за кровь какая-то? Господи. Оригами ещё там что-то сделал, ребяточки. Ну, это было довольно интересно, ребята. Это у нас был Natural Impact, так сказать. А потом Homosexuality Impact нас, наверное, ждёт в следующем дне. Ну, собственно, ребяточки, игра довольно набирает интересные обороты. Ну, вот. Я, конечно, не буду, наверное, проходить день третий, потому что он ещё в бете находится. И, собственно, я думаю, сейчас нельзя выпускать третий день, потому что автор там, видимо, блокирует некоторые дни, потому что, ну, не хочешь, чтобы раньше времени показывали, да. То есть я надеюсь, это видео не заблокирует там или что-то в этом роде. Но если что, я там побеседую там с авторшей игры, там все дела, короче, да. Спасибо, ребята, что меня смотрели. Было довольно интересно. Надеюсь, в следующем не будет всё помягче. И у нас Санта-Клаус нам не запихнёт подарок в домоход, короче. Короче, ребята, да. Жду вас через некоторое время, когда выйдет полноценная третья часть. Надеюсь, вам понравилось. А я с вами прощаюсь, ребяточки. Удачи вам. И берегитесь сталкеров реально. Типа шутки шутками, но сталкеры, они сделают всё угодно, чтобы вами воспользоваться. Вот всё. Не особо романтизируйте их в реальной жизни. Всё, ребята, пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!